Наталья, 13 мая заканчивается ваш контракт с ТУСом. Расскажите, что будет после этой судной даты, если конкурс так и не объявят? Кто будет управлять предприятием? После 13 мая будет 14 мая. Конечно, этой ситуации я сама не ожидала, что она приобретет такой масштаб, такой резонанс в культурной общественности, просто в активных, небезразличных культуре, к искусству и к обществу людях. Это очевидно, что третью неделю, как нарушается управление госделами, закон Украины про культуру, в которую его месяц назад подписал президент, и которого очень ждала культурная общественность, про конкурсное назначение руководителей культурных учреждений в нашей стране. Но, как ни странно, управ делами президента решила проигнорировать этот конкурс, но, по крайней мере, на сегодняшний день это выглядит именно так. И не объявила его 14 марта за два месяца, как это как раз и установлено новым законом. Сейчас мы находимся в таком состоянии все еще затянувшегося эффекта неожиданности. Я получила письмо от управления госделами с достаточно жесткой формулировкой, где чиновники предупредили меня, исполняющие обязанности в данный момент ДУСа, о том, что со мной не будут продлять контракт и подписывать новый, ни на каких юридических основаниях. То есть письмо могло выглядеть по-другому, сказать, что вы, как гражданин страны, можете выдвигать свою кандидатуру на конкурс, но этого не было сделано. Ну и СИЕ как бы меня дало основание предполагать, что меня хотят уволить любыми путями, любыми средствами и не допустить подписания контракта в рамках конкурса или в каких-то других видимых, наверное, ДУСом юридических, казуистических формах. Просто хотят убрать с этой должности. В этом письме какие-то претензии конкретно к вам или к работе Арсенала? Вот это было самое лаконичное письмо со стороны Управления госделами, которое состоялось в трех строчек. И вот формулировка, которую я вам сказала. Конечно же, я боялась, что за этим последуют какие-то информации, дискредитирующие обо мне, о каких-то членах моей команды. И я написала блог об этом в «Украинской правде», чтобы предупредить всяческие инсинуации и очертить проблему о том, что нарушается закон и могут быть какие-то непонятные вопросы с назначением директора на следующую каденцию в Мустыцкий арсенал. Конечно же, если бы не было нового закона, то чиновники ДУС могли бы регламентировать свои действия постановлением Кабинета министров от 2008 года, в котором значилось, что директора госпредприятий, а Мустыцкий арсенал, кроме того, что он есть музейным культурным комплексом, он еще есть национальным культурным комплексом, он есть еще с приставкой ДП, госпредприятия. И директора госпредприятий, как и все в сфере экономики, независимо от того, предприятие производит майонез, водку и тому подобное, мы есть в таком статусе фактически, должны назначаться по конкурсу согласно этого постановления. И этот конкурс открывается с 13 мая по дате окончания контракта. Но поскольку закон имеет высшую силу перед постановлением, то очевидно, что нарушение законодательства на сей день произошло. В чем особенность конкурса? Вы знаете, я где-то предполагая и понимая, что управление госделами ему не интересно, составляющая искусство в нашем музее, не сильно реагировало и поздравительную телеграмму нам не прислала по случаю получения коллекции в дар мастетскому арсеналу, как музею. Это самое резонансное событие вообще в Украине. Кстати, ни Министерство культуры не поздравило ни народ Украины, ни мастетский арсенал. Мы в октябре месяце получили в дар от вдовы Игоря Дыченко, известнейшему коллекционеру, искусствоведу, от Валерии Вирской коллекцию, которая, кстати, Валерия Вирская умерла, к сожалению, два месяца назад, которая по цене стоит столько же, сколько построит арсенал сегодня. То есть это работы невероятной ценности, среди которых и работа Казимира Малевича, и Ермилова, и Петритского, Меллера, это бочукисты, это нонконформисты, это собрание работ Сальвадора Дали. То есть уникальнейшая коллекция. То есть никаких поздравлений или ликований по поводу того, что подчиненный Дусу музей стал теперь музеем фактически мирового уровня, имея такую коллекцию, мы не получили. Но мы получили мгновенно, вот два месяца назад статут, оновленный статут мастерского арсенала, а орган управления должен спускать предприятию статут, в котором отсутствует музейное подразделение и отсутствует дирекция по строительству. То есть если отсутствует музей, значит не надо строить музей. Если отсутствует в статуте музей, то и коллекция есть не музейная. То есть это тоже наталкивает на некие инсинуации со стороны, то есть мысли о потенциальных инсинуациях со стороны органа управления. Если нет дирекции по строительству, то арсенал должен строить кто-то другой, а не собственно коллектив создавать музей. И строить можно не музей. Конечно же, я не зарегистрировала этот статут, как требует того мой ранг, спущенный органом управления документ, надо немедленно зарегистрировать, подписать и принять к сведению. Потому что я считала это высшей мерой цинизма, лишать музея музейного подразделения. Но кроме того, что это 25 живых людей, которые работают и которые надо уволить из мастерского арсенала, это еще и невероятная ценность. И кроме вот этой полученной коллекции, где 500 самых ценных работ, которые только могут быть в Украине, это еще и коллекция археологии, в которой общее количество составляет 23 тысячи археологичных находок, которые были найдены во время раскопок на территории мастерского арсенала. Это, собственно, и история нашей страны, это история этого места, которое, кстати, это не просто кусок земли в 10 гектаров, это не просто сооружение, которому уже 220 лет, которое само является памяткой архитектуры, это земля, это кусок истории. Вы знаете, когда Крым, произошла аннексия Крыма, я говорила, что Путин не просто присвоил себе полуостров, не просто присвоил и присоединил к огромнейшей России кусок земли, он присоединил к себе кусок истории. А мы вот так цинично распоряжаемся, и в забытье находится вот еще один остров истории. Там раньше был женский монастырь на территории нынешнего музейного арсенала. Игуменей монастыря последние 25 лет была мать Ивана Мазепы. И Иван Мазепа, который украинский гетьман, который высоко ценил высокообразованную, красивую, энергичную свою маму, он, говорят, что едва ли не ежедневно приходил сюда, вот в Мустецкий арсенал, в этот девичий монастырь, который возглавляла его мама, ел там монастырский борщ и обсуждал со своей умной матерью насущные проблемы государства. И говорят, что самое важное решение он без ее совета не принимал. То есть вот здесь, это центр управления полетами, здесь творилась история, и вот это сооружение, этот красивейший музейный комплекс, общая площадь будущего музея, это 70 тысяч квадратных метров, это большой дар, большой подарок истории, который, я говорю, что за последние тысячи лет в нашей стране, имея вот эти строительные технологии, инновационные технологии, имея невероятной мобильность экрана, мы не построили ничего подобного Софии Киевской, ничего подобного Киево-Печерской лавре, ничего подобного по красоте Мустецкому арсеналу. И мы смеем вот так цинично расправляться над даром нашей истории. Но это, конечно, отдельная тема, и очень жаль, что при трех президентах Мустецкий арсенал не строится. Что сделала наша команда за эти пять с половиной лет? Так мы, конечно же, не имея вот этого глобального финансирования для завершения реставрации и реконструкции музейного комплекса, мы привели помещения абсолютно неприспособленные для принятия людей. И я настойчиво выбивала финансирование, какое-то вот это мелкое для элементарных вещей, чтобы, ну, как это ни на бытовом уровне, ни как бы невысокопарно звучит, но там не было элементарного, там не было туалетов, не было отопления, не было полов, не было стен, на которых можно было бы экспонировать искусство. Вот и что сделала наша команда, так мы создали музей в сознании. И вот три миллиона людей посетило вот эту стройку века благодаря такой непосильной работе нашей команды, команды энтузиастов, пассионарий, просто трудолюбивых. А ДУС часть какой-то ваших растрат покрывает? ДУС не покрывает. Мы есть, кстати, вот парадокс при том, что управление госделами не признает нас культурным учреждением. Согласно нового закона про культуру, именно руководители культурных учреждений должны идти на конкурсной основе, согласно нового законодательства. ДУС не видит того, что мы финансируемся как культурное учреждение из бюджета. У нас часть бюджетных денег, это 7 миллионов на год, которые покрывают часть налога на землю, которые покрывают коммунальные услуги отмены помещения, оплачивают половину коллектива зарплаты. У нас есть полколлектива хозрасчетная, полколлектива бюджетной зарплаты. А все остальное мы должны зарабатывать. Если не секрет, сколько обходится обслуживание махиной? Вы знаете, поскольку мы имели достаточно амбициозные планы, и мы открыли этот арсенал для людей, он раньше был в ведомстве генерального строительного подрядчика, с которым, кстати, он год строил, но уже 7 лет идут суды. Это тоже парадокс вот этих начатых и заброшенных строек. Мы и поставили себе достаточно амбициозный план. Етакое украинское слово «зухвалисть». Имели вот такую наглость предположить, что забрав вот эти 24 тысячи квадратных метров у стройки, у строительной площадки, и привнеся, адаптировав их к возможности того, чтобы эти помещения могли посещать люди, мы теперь платим все коммунальные расходы исключительно из заработанных средств. То есть это не финансируется из бюджета. Поэтому задача у нашей команды достаточно большая, и нам никто не дает спуска на то, что этот объект стройки... Никаких льгот? Абсолютно нет никаких льгот. Мы знаем, как дорого обходятся коммунальные услуги при оплате за квартиру, а это вот такая квартирка на 24 тысячи квадратных метров фактически. Мы содержим это помещение за счет наших фактически посетителей. Мы создаем такие проекты, которые были бы интересны людям, которые бы мотивировали людей купить на них билеты. Доступны билеты в арсенал сегодня? Да, мы, понимая и абсолютно, поскольку мы все живем в одной стране, понимая то, как тяжело всем людям и желая, чтобы люди приходили в арсенал, если не каждую неделю, то хотя бы раз в месяц на новый очередной наш новый проект. У нас достаточно лояльные билеты. Это взрослый билет 50 гривен в среднем стоит, а дети бесплатно до 12 лет и льготные для пенсионеров и льготных категорий — это 20 гривен. Ну и, конечно же, вся музейная общественность, имея корочку, может к нам приходить бесплатно. Всех очень интересует вопрос, как попасть молодым талантам к вам на выставку и стоит ли это что-то? То есть сколько нужно заплатить? Есть ли какой-то... Да, льготная категория, в которую входит понятие студенты. То есть это 20 гривен. И причем, вы знаете, такая особенность мастерского арсенала — мы не можем не есть эффективными маленькие проекты. И люди уже получают некое разочарование. Мы где-то года 4-5 уже в этом убедились. Когда они приходят в этот огромный арсенал и они получают какой-то небольшой проект, уже есть некое разочарование. Все настроены прийти в арсенал, они выделяют 2-4 часа времени, особенно на выходных, приходят с семьями, берут экскурсии, берут детей. И поэтому даже такой арсенал окрестили таким музеем выходного дня. Не нужно, но если человек настроился, они получают массу удовольствия. Нельзя заставить людей купить билет туда, куда ты не хочешь идти. И нельзя заставить провести тебя там больше времени, даже если ты купил билет. Я имею в виду, как стать участником? Участником проектов? Да, у нас есть масса проектов. Такие где-то 5 ежегодных проектов, они перекочевали со мной вместе, с приданным я съехала с украинского дома. Именно в украинском доме тоже была такая амбиция, этот холодный такой храм воздуха, его называли, я директор храмов таких. И, конечно, сбить, когда я перестала директором украинского дома, никто его не называл иначе, как музей Ленина. Давай пойдем в музей Ленина. И меня это слишком коробило. Я думаю, боже, как же вот этот мрамор, вот этот гранит превратить в жизнь. И мы начали проводить большие проекты. Конечно, мы смотрели на мировые страны, на мировой опыт. Например, уже несколько десятков лет проходит одна из наиболее старых арт-ярмарок. Это Art Basel Contemporary в Базеле в Швейцарии. Почему? Я удивляюсь, почему туда слетаются самые богатые кошельки мира, которые интересуются искусством, почему там самый главный вот этот форум в искусстве, почему вот этот маленький Базель, население которого, по-моему, там не больше 150 или 200 тысяч жителей, то есть это такая полгорода Черкассы, почему именно туда съезжается? Там около тысячи галерей, там сотни спецпроектов, искусство от Contemporary до Пикассо, разные галереи представлены. И, конечно же, видела Фрис британский, видела Фиак парижский, видела в Нью-Йорке «Армори Шоу», на которой все форумы я посещала со своими друзьями, с коллегами ежегодно. И смотрела, в конце концов, на нашу соседку Москву и возмущалась, почему есть «Арт Москва», а «Арт Киева» нет. И мы в Украинском доме основали «Арт Киев». Конечно же, эти проекты, это проекты институционные, они не есть там моей собственностью, на них нет ничего копирайта, и я говорю, что я их забрала, но они там никому не нужны были. Когда меня назначили директором «Арсенала», они просто перекочевали. И здесь, в «Арсенале», вот 17 августа мы открываем 11-й «Арт Киев» «Контемпорали». Это 11 лет. Время, конечно, проходит очень быстро, но за это время мы воспитали вот такую смену, воспитали вкус у людей, привили любовь к современному искусству, в которой вначале в Украинском доме ко мне приходили и шарахались нормальные люди, говорят, «Боже, а это что такое?» «А это что такое?» «А это...» «Говорю, а это Венереонов, вот его коллекция картин. А это кто?» «А это Влада Ралко», говорю, да. И надо отдать должное, что художники истинные, они не изменяют своему стилю. И надо отдать такой большой респект нашим посетителям, что они склонны менять свое отношение к искусству. И если тогда они шарахались от этих же художников, то сейчас они уже не представляют этой арт-сцены, не представляют этого мощного арт-форума, «Арт Киев Контемпорали». Конечно, мы, отвечая на ваш вопрос про молодые дарования, молодых современных художников, искусствоведов, кураторов. Мы... Каждый арт-Киев представляет обязательно платформу молодых. И наши кураторы... У нас такой мощный кураторский пул. Это Александр Соловьев, это Соломия Савчук, с которой я, кстати, сделала первый арт-Киев. Это Алиса Ложкина, которая и координирует журнал «Арт Украины» уже более пяти лет, и является тоже куратором наших проектов. Мы работаем с молодыми, ведем анализ. Мы провели, в конце концов, первую киевскую биеннале, которая далась со страшными мучениями, рождена была в тяжелых родах. Но, тем не менее, этот форум, и вот сейчас, даже журнал «Новое время» назвал его самым масштабным и единственным форумом такого формата в Украине в своем рейтинге. И это уже вот три года спустя. Это действительно было огромное событие. Мы позволили иностранным кураторам предоставили возможность ознакомиться со сценами на периферии, с художниками на периферии нашей страны. И там тот же Дэвид Эллиот был потрясен, насколько вот страна, наша Украина, говорит, какая-то вот она странная, невнятная. Наши художники не участвуют. Вот речь, кстати, от российских на мировых аукционах. Если есть там российский каталог, российский пул, русский авангард, русское современное искусство, Russian contemporary, то для Украины нет там места. Они в лучшем случае попадают в каталог русских художников, что как бы само по себе достаточно оскорбительно. И он был шокирован, насколько наша страна небрежно относится к собственным талантам. Кстати, в мире не все догадываются, что тот же Казимир Малевич родился в городе Киеве. И мы это не продвигаем. И разговаривая с какими-то влиятельными лидерами мнений, и даже в один раз я говорила Петру Порошенко о том, что мы боремся, выбарываем репутацию нашей страны, хотим заявить какими-то хорошими делами, но говорю, давайте назовем аэропорт Борисполь именем Казимира Малевича. И тогда весь мир поймет, что он летит не в страну проблем, в страну войны, в страну Чернобыля, в страну политических неурядиц, в страну посаженных за решетку женщин и несправедливо наказанных мужчин, что мы летим в страну, где родился самый известный и самый независимый в мире художник. Он родился в стране, которая сейчас есть независимый. Как вам президент ответил? Ну, как же, цикава думка, трапа подумать. Знаете, когда подумать, мы же люди настроенные на результат и вот все подтверждение деятельности нашей команды, что мы не работаем не на процесс, оно само собой происходит, мы работаем на результат. Мы имеем конкретный результат в виде конкретных посетителей Мустетского арсенала. Три миллиона людей посетило вот этот объект, который пять лет назад не имел никаких удобств и имел какой-то шлейф скандалов, какой-то шлейф скептиков о том, что, ну да, стройте, стройте свой украинский лувр. Мы не стали ждать. Мы приняли вот это управленческое решение, которое сейчас на 1050 процентов, вот этот наш электорат подтверждает, что это было правильное управленческое решение. О том, что преступление, чтобы арсенал неделю, месяц, год еще был закрыт и не работал. И поэтому мы горды этим решением. Мы горды тем, что среди трех миллионов наших посетителей миллион — это дети, третий — это дети, которые никогда не скажут, что музей — это скучно, что украинское искусство — это нечто непонятное, что мы не хотим идти вот в эту какую-то нудоту, связанную с культурой. Вы знаете, всегда культура — это что-то, то, что находится на периферии сознания властимущих. Это и вот как бы подтверждением этого есть вот это отношение финансирования. То есть культура — это то, что останется после всех. Если мы проанализируем историю, мировую историю, украинскую историю, очень крайне мало остается политиков в аналах истории той либо иной страны. Остается произведение искусства, остаются имена, которые сотворили шедевры, и остаются в памяти те, кто помогал художникам творить, писателям писать. Остаются фундаторы, а, кстати, в Украине их не так уж и много. Вот Ханенко, Терещенко. И к вот этим фамилиям, к этим династиям добавились еще фамилии Игоря Дыченко и Валерия Вирской, которые даровали коллекцию украинскому народу. Народ это осознал. Политики этого не поняли. Нам абсолютно не важно. Единственное, что они иногда из-за своего непонимания и вот этой узколобости могут похоронить хорошее начало и не понимая, что они себе забивают гвоздь в свой собственный гроб. Наталья, а у вас не было мысли пойти изнутри, попробовать что-то изменить? В ту же Раду или политику? Знаете, я человек, я менеджер. Я умею работать с территорией. Я человек конкретного дела. Я работала и продолжаю мы работать, сотрудничать с Верховной Радой. Мы генерируя вот одна часть или частью стратегии развития того же арсенала есть стратегия развития нашего общества. И когда, анализируя, почему же в других странах, например, в той же Великобритании так успешно развивается искусство, что Франция, Британия, Италия, Испания, то есть валовая часть туристов, это культурный туризм. Они едут туда, потому что они хотят посмотреть вот эти культурные маяки, которые расположены на мировой карте, на глобусе. Почему же наша страна имеет талантливую школу искусства, имея талантливых, и то искусство, которое постоянно гнобилось, и, знаете, всегда существовал этот приоритет, вот это нас всегда вталкивали, вот старший брат вталкивал в эту провинциальность, что вот изобразительное искусство может быть только в Москве. А у нас это должны быть шаровары, варенники, то есть это все созданный искусственный образ такого периферийного украинца, заземленного, щекастого, которому надо только хлеб насущный. Зрелище — это удел уже богатых и изысканных аристократических миров. И, конечно же, изучив этот опыт, я поняла, что все достаточно просто, надо создать некие политические механизмы. Вообще я утверждаю, что, и я думаю, что немногие этому противятся, что вот эта наша проблема с войной, с аннексией Крыма, с сепротизмом, это проблема того, что 24-25 уже лет страна наша не занималась культурной политикой, она не занималась людьми, она не занималась личностью, она не создала стратегию культурного развития, социо-культурного развития собственного общества. Поэтому и есть вот эта разбалансировка, что люди не понимают, почему они причастны к вот этой стране. И, конечно же, изучив вот этот опыт той же Великобритании, где в парламенте, вот вы заговорили за парламент, это была такая реформа Тэтчер. Она была ее идеологом, просто осуществилась она уже после того, как она перестала быть премьер-министром. 25 лет назад там была создана, даже, может, чуть-чуть больше, Национальная лотерея Британии. И через три года королевы, премьер-министр Британии, ужаснулись от уровня зависимости людей. Вот прогрессировала эта болезнь, которая называется лудомания, зависимость от игры. Люди стали более склонны, нервны, склонны к каким-то пагубным привычкам, к курению, алкоголизму, наркомании. И они поняли, что надо обратиться к этому опыту Тэтчер и создать, к этому предложению, создать некий компенсаторный механизм для общества. А компенсаторам, которые противодействуют вот этим вредной зависимости, продукту, который вызывает зависимость, есть только разветвленная социокультурная сфера. Они в парламенте провели закон про создание фонда «Гудказис», фонда «Добрых дел», который имеет стабильное финансирование от отчислений от Национальной лотереи Британии. И за 20 лет 40 миллиардов фунтов стерлингов на проектной основе было инвестировано в вот эту разветвленную социокультурную сферу. За эти деньги были созданы, модернизированы и построены тысячи музеев. За эти деньги создавались культурные площадки, спортивные аттракции для детей, спортивные площадки, детские и юношеские школы. Создавались программы по экологии, когда воспитывали людей, говорят, что приличным является человек не тот, который убирает, а тот, который не мусорит. И вот этот культурный ландшафт, социокультурный мощный ландшафт Британии, он где-то и влияет на вот эту стабильную ситуацию этой страны в данный момент, хотя она еще более интернациональная, нежели наша страна. Может, у вас есть своя стратегия культуры? Я понимаю, что об этом можно говорить вечно, но вот, может, какие-то основные... Вот мы и предложили обществу и парламенту вот этот, как бы, компилированный реформаторский образ, то есть такую реформу, которая зиждилась на опыте Британии и Эстонии. Мы зарегистрировали в парламенте с 20 депутатами, которые стали как бы соавторами нашего проекта закона, закон про государственный фонд гуманитарного развития страны, который бы тоже финансировался, имел стабильное финансирование от бизнеса, который производит продукт, который вызывает зависимость от алкоголя, от табака и от азартных игр. Этот закон сейчас лежит в парламенте, он прошел успешно, фактически одноголосно. Три комитета, это Комитет семьи и молодежи, на ура даже депутаты самопомощи. Под впечатлением презентации нашего закона говорит, можно я войду в коллектив соавторов этого закона. И он прошел успешно Комитет по образованию. И даже Лиля Гриневич, с которой мы консультировались, когда разрабатывали этот закон, она говорит, что это единственная возможность воплощать те образовательно-синергические проекты для детей, которые никогда невозможно было бы профинансировать из бюджета Министерства образования. Он прошел антикоррупционный комитет, который Егор Соболев возглавляет. И нет оснований у парламента его не принять. Мы заручились поддержкой. Потому что этот закон, мы заручились поддержкой профильного и других важных стратегических комитетов. Но теперь дело в парламентариях. Хотят ли они, чтобы у нас были инновационные, яркие объекты игрового бизнеса? Или на фоне этого люди могли иметь альтернативное предложение? Построенный мастерский арсенал, модернизированные музеи, в которые будут ходить их дети, предпочитая актуальные, интересные, современные программы, брожению по улице с бутылкой пива, с сигаретой. У нас, кстати, в стране плачевная ситуация. У нас в стране дети, самая большая зависимость среди европейских стран от курения и алкоголизма. Дети начинают пить и курить в 13 лет. И 40% продолжают это делать регулярно после 13 лет. То есть это фактически патовая ситуация. Мы стоим на точке невозврата. И, конечно, если возвращаться к мастерскому арсеналу, это огромнейший, это стратегический объект нашей культуры, целостность вот такой культурной, который где-то вот эти 5 лет он фактически задавал тон и определял культурную тональность культурного ландшафта нашей страны благодаря международным мероприятиям, таким как Киевская биеннале современного искусства, «Арсенале-2012», в которой приняло участие 100 звезд мировой арсены из 30 стран мира, поставила его на мировую карту. А значит, если она поставила арсенал, то она поставила Киев и нашу страну на мировую карту, «Арт Киев Контемпор» или вот книжный арсенал через 3 недели откроется. Если позволите, вот немножко подробнее о книжном арсенале, у вас есть именитый конкурент во Львове, форум «Водовтив»? Ну, форум «Водовтив» он не есть конкурентом, и тем более он во Львове. И я очень люблю Львов, и это вот вторая столица, если там, знаете, как говорил один из спикеров, говорит, я не первый, но и не второй. Да, это, конечно, уникальная такая столица нашей страны, но огромный разрыв, да, 9 часов автомобилем. Это, конечно, история, и надо должное отдать Александре Коваль. Это вот есть один из уникальных топ-менеджеров, а таких немного в нашей стране, которые тоже планомерно осуществляют вот это мероприятие из года в год. Это, по-моему, уже будет 21-й или 22-й арткий форум «Водовтив» во Львове. И это очень важно, ценить таких людей за вот эту верность начатому делу, независимо от конъюнктуры рынка, независимо от перепадов на валютных биржах, независимо от экономического, психоделического, политического состояния нашей страны. И, конечно же, «Книжный арсенал» стал таким продолжением, начатых еще в том же Украинском доме, наших первых книжных ярмарок, и детских, и взрослых, и они были разного масштаба, но мы их тоже планомерно там проводили в течение... Я там была директором в 6 лет, вот фактически 5 лет мы проводили вот эти книжные фестивали. «Книжный арсенал» — это мощнейший, этого нового формата, нового образца. Это не форум, это не ярмарка, это книжный фестиваль, программа которого насчитывает более 250 пунктов. И когда вы меня спросили, вы сможете рассказать о всех? Я не смогу рассказать, потому что их даже одновременно невозможно будет увидеть, потому что они проходят параллельно в течение пяти дней с 20 по 24 апреля. Вот я уже и приглашаю ваших читателей, ваших зрителей. Это огромная аттракция, которую посещает более... Вот в прошлом году «Книжный арсенал» посетило 85 тысяч человек за 5 дней. Программа насчитывала 250 пунктов, принимала участие около 200 лучших издательств, потому что мы не просто берем всех желающих. Экспертный совет, рабочая группа «Книжного арсенала» отбирает эти издательства. Мы не просто берем все презентации. Сейчас уже начинаются какие-то нервные позывы наших издателей. Говорят, мы же издали 20 книжек, а вы нам отказываете, разрешаете презентовать только 8 или 10. Я говорю, если у нас участвуют более 200 издательств, и одно издательство будет презентовать 10 книжек, так это уже не... Вот одна площадка должна быть отдана только в ведении одного издательства. Это не только ярмарка, это не только издательства продают свои книги, они презентуют новинки. К нам приедет около 50 известных мировых писателей из 15 стран мира. У нас будет платформа франкфуртского фестиваля. Это огромная победа. Это, во-первых, такой репутационный шаг для нашей страны. Это признание работы команды, которая создает «Книжный арсенал» уже 6 лет подряд. И будет огромный... «Книжный арсенал» — это такая синергия книг, искусство, дискуссии, музыки. Жизнь там будет начинать кипеть с 10 утра и заканчиваться в час ночи. Этот форум, наш арсенал, наш фестиваль, «Книжный арсенал» как раз припадает на даты Всемирного дня книги 23 апреля. И мы всех тоже приглашаем на такую открытую ночь, посвященную музыке, книге, искусству, которая тоже будет насыщена интереснейшими пунктами программы. То есть это и вот этот успех книгоиздателей мы тоже связываем с тем, что не без нашего участия мы помогаем осознать, что книга — это продукт, который никогда не утратит свою актуальность. Знаете, всегда существовал вот этот дискурс, что везде уже инновационные технологии, не исчезнет ли книга как таковая. Журналы, они, может быть, где-то растворяются, поскольку это периодические издания. А книга не исчезнет никогда. Мы в этом уверены, как не исчезнут из музеев те первые папирусы, на которых писали первые люди. Заканчивая нашу эндорию, хотела бы спросить, просто не могу не спросить, какая ситуация, на какой стадии это дело с художником Владимиром Кузнецовым, который судится с Арсеналом до сих пор? Да, это, конечно, Владимир подал, при этом я к нему прекрасно отношусь как к художнику, то, какие у меня чувства, когда я о нем думаю как о человеке, это другая история, я никому не буду о ней рассказывать. Но именно, наверное, вот это и повергло меня вот эта несправедливость, и вот это отсутствие этики, куратор, руководитель культурного учреждения и художник, она, конечно, подрывает какие-то общечеловеческие каноны. Я, конечно, сожалею о том, что произошло, и два с половиной года спустя Владимир все-таки подал на нас иск на 100 тысяч за нанесение материального ущерба и за тысячу гривен, 100 тысяч гривен за материальный ущерб и тысячу гривен за моральный ущерб. Суд удовлетворил его второе прошение моральный ущерб на тысячу гривен, но он продолжает и далее судиться, то есть суд в апелляции, ныне, по-моему, уже в касации. Слава Богу, у нас есть хорошие друзья и партнеры, это компания юридической кисели партнеры, которые нам помогают вести это дело. И, ну да, вот, к сожалению, есть теперь у меня такой большой жирный скелет в моем шкафу в виде зарисованной картины. И, кстати, сейчас эта ситуация, вот когда такой самый тяжелый период у нашей команды, у меня лично, связанный с вот этими конкурсными вопросами, с вот этими юридической казуистикой со стороны Управления госделами, проявляются те люди, которые, возможно, хотят быть соискателями должности директора. А вы знаете их? Ну, я могу о них догадываться. Где-то они уже активнее проявляются в виде там статей в прессе, там на мощных ресурсах, на не очень мощных, на очень большая дискуссия и перепалка в Фейсбуке с симпатиками Мустетского арсенала и нашей команды, и между такими вот себе оппонентами. То есть, знаете, такая иногда команда практиков против команды теоретиков, а вернее команда теоретиков против команды практиков. Ну, что я хочу сказать? Я хочу, во-первых, всех несказанно поблагодарить и вас за возможность этого эфира. Для нас очень ценна сейчас всяческая поддержка. Конечно же, я не хочу, чтобы, знаете, очень большую травму получает наш коллектив. Это люди, которые дорожат своей работой, которые любят свое дело, которые любят каждый уголочек этого арсенала, кто бы это ни были, там, монтажники, там, бухгалтера, юристы, люди, которые создают проекты здесь вот своими руками, вешают картины на стены, создают эти сложные инсталляции, которые прошли с нами. Достаточно тяжелая работа, которая оплачивается абсолютно по нынешним временам индексу инфляции, с мизерными финансовыми ресурсами. Но, тем не менее, они любят арсенал, они верят, и они чувствуют вот эту несправедливость, которая происходит, и которая может еще усугубиться. Поэтому большое спасибо всем нашим симпатикам. Я верю, что справедливость восторжествует. Я благодарю всем депутатам, которые писали об этом, благодарю всех журналистов. Также прошу быть бдительными, потому что еще схватка это не завершилось.